В охране труда множество различных аспектов, о которых мы могли бы поговорить, но формат нашего общения не предполагает бесконечных бесед, поэтому мы с вами затронем основные элементы и то, что наиболее популярно сейчас, то, что наиболее на слуху. Для начала нам надо упомянуть о том, как сегодня специалисты представляют себе систематизацию рисков, систематизацию вредных факторов, которые стоят за этими рисками в сфере охраны труда, в сфере обеспечения профессионального здоровья работающих людей. На сегодняшний день классификаций разработано достаточно много, однако если их обобщить, то можно свести к трем основным группам вредных факторов, связанные с физическим и физиологическим воздействием, вредные факторы биохимического характера и вредные факторы социально-психологического характера. Мы с вами сегодня поговорим о каждой группе в отдельности в той или иной степени детализации. Что касается физических и физиологических факторов, то, во-первых, различать их необходимо. Физический фактор — это фактор, который связан с непосредственным воздействием каких-то неблагоприятных веществ, какой-то может быть вредной среды на человека. Это непосредственный контакт, однако его воздействие может быть достаточно краткосрочным. Физиологический вредный фактор — это фактор, который влияет на нормальное функционирование организма и чаще всего достаточно системно меняет его функционирование, достаточно системно ухудшает способность организма к выполнению тех или иных функций. Если мы перечислим какие-то факторы физического характера, то к ним относятся факторы, связанные с тем, что мы находимся в среде с повышенными температурами, например, или в среде достаточно запыленной, в среде, в которой есть какие-то вибрации или избыточные шумы и так далее. Это все можно отнести к физическим факторам. В то же время я бы не советовала так жестко подходить к этой классификации, потому что если мы говорим о запыленности, то одновременно с тем, что это может рассматриваться как физический вредный фактор, состав этой пыли таков, что его воздействие может относиться одновременно и к биохимически вредным. Поэтому мы можем говорить о комплексном воздействии этого фактора. Таких факторов с развитием науки становится все больше и больше, и все больше наука об охране труда переходит к тому, что надо рассматривать воздействие каждого фактора с различных сторон во всех его аспектах, во всех его ипостасях, на макро- и микро-уровни, и анализировать в том числе не только воздействие различных компонентов или различных уровней одного фактора, но и сочетание воздействия различных факторов. Потому что то, что может повредить здоровью при сочетании, может быть безопасно или достаточно приемлемо находиться в пределах допустимого по отдельности. Например, если работа связана одновременно с высокой концентрацией, предполагает, например, длительные смены, и при этом человек находится в ситуации плохого освещения или повышенного шума, естественно, у него одновременно два фактора, которые вызывают физическое и психическое утомление. Естественно, в таком случае мы не можем рассматривать их отдельно. Если к этому еще присовокупить какие-то дополнительные раздражающие биологические факторы, какие-то физиологические и физические риски, то мы увидим картину еще более тяжелую для здоровья, соответственно, такому работнику невозможно будет работать длительные периоды эффективно, его производительность и его полезность для работодателя будут снижаться, если работодатель не предпримет необходимые меры для того, чтобы либо снизить воздействие этих факторов, смягчить последствия их воздействия или вообще их ликвидировать, либо организационно, а это тоже сейчас рассматривается в составе вопросов охраны труда, организационные вопросы, вопросы управления охраной труда, управления производством в целях обеспечения здоровой производственной среды, создать такие условия для работника, чтобы эти факторы организационно воздействовали на него меньше. Например, самое простое — это укоротить смены и таким образом сократить воздействие. Такие способы тоже возможны. Если мы говорим о физиологических факторах, то физиологические факторы на сегодняшний день связаны больше с тем, что люди находятся в условиях, когда они подвержены гиподинамии, подвержены постоянному напряжению органов зрения, например, и находятся не просто в сидячем положении весь день, а совершают однотипные движения. Поэтому, в частности, туннельный синдром, когда происходит воспаление, грубо говоря, болит рука и воспаляются вот здесь ткани, то это можно сказать, что примета времени носит уже не узкопрофессиональный характер, а характерно для всех, кто работает на компьютере, работает с какими-то приборами, у которых есть клавиатуры или какие-то джойстики. Собственно говоря, с достаточно большим кругом профессий нельзя сказать, что она является узкопрофессиональной проблемой. Если мы будем говорить о гиподинамии как таковой, то она одновременно у нас соединяется и с проблемой того, что в современном производственном помещении, как правило, изначально не предусмотрено никаких возможностей для питания работников. То есть хорошо, если работодатель задумался о том, чтобы была кухня или какая-то столовая. Как это было раньше, фабрика, при фабрике было какое-то помещение для общественного питания, и в советском государстве это было абсолютно непреложно обязательным элементом проектирования помещений. Каким-то образом коллектив, и офисные работники, и работники фабрик, и заводов могли в свой обеденный перерыв непосредственной близости от своих рабочих мест также коллективно и принимать пищу. На сегодняшний день ничего подобного, конечно, не существует, поэтому каждый работник в этом вопросе вынужден полагаться часто сам на себя. В сочетании с гиподинамией это приводит к тому, что сразу два этих фактора, вроде бы сами по себе, не настолько опасных, то есть гиподинамию можно каким-то образом скрасить, допустим, активностью физической в нерабочее время, неправильное питание и отсутствие системного питания можно тоже каким-то образом было бы откорректировать, но в сочетании, к сожалению, с тем, что человек вынужден перерабатывать, постоянно работать за компьютером и не имеет возможности нормально, организованно выйти и на обеденный перерыв организованно принять пищу, сталкивается с тем, что у людей наблюдается очень большой процент гастроэнтерологических заболеваний, то есть нарушается нормальное функционирование организма в этой части. Естественно, растет избыточный вес, и мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения уже рассматривает проблему избыточного веса практически как пандемию, то есть глобальную эпидемию человечества. В последнюю очередь, конечно же, в этом играют условия труда, которые в наше время заставляют работников все меньше и меньше двигаться и предопределяют необходимость принятие пищи, может быть, иногда непосредственно на рабочем месте или заставляют работника каким-то образом эту пищу быстро приготовить, что, естественно, не предполагает ее здорового характера. Физиологические риски могут быть связаны с эргономикой производственных помещений, потому что проектирование производственных помещений осуществляется из соображений эстетики, из соображений дизайнерских решений в эстетическом смысле и в инженерном смысле, чтобы было удобно что-то перемещать, чтобы было удобно каким-то образом наблюдать за работниками, чтобы была какая-то структуризация, иерархия. То есть каким-то образом эти вопросы при проектировании помещений учитываются, а вот эргономика может совершенно не учитываться, могут быть неудобными места для сидения, стояния работников, могут быть неудобными столы, может быть неудобное расположение полок, какие-то тяжелые упаковки, коробки и так далее, вплоть до того, что может быть слишком низкий, слишком высокий стол, и люди будут больше получать больничных и больше отсутствуют на работе, потому что у них будут проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то есть будет нарушаться нормальное функционирование опорно-двигательного аппарата, потому что медсестре приходится постоянно брать карты с очень низкой полки или писать какие-то заключения на достаточно низком столе, стоя в три погибели в не очень естественной позе. То же самое касается красивой, эффектной, дорогостоящей, но не эргономичной мебели, это могут быть мебели в переговорных, это могут быть мебели в офисных помещениях, это могут быть различные варианты организации пространства, когда просто для того, чтобы выполнить свои ежедневные задачи, человек вынужден проделывать совершенно неудобные действия, например, куда-то постоянно сильно тянуться, в результате чего у него возникает постоянное растяжение, воспаление связок или какие-то другие физиологические проблемы, и он сталкивается с тем, что его состояние здоровья вынуждает его пропускать рабочие дни и вынуждает его отказываться от решения каких-то производственных задач. Это невыгодно ни работнику с точки зрения его карьерных амбиций, ни работодателю, который, конечно же, заинтересован в том, чтобы его работники эффективно выполняли свои обязанности.